оранжевое море оранжевое небо оранжевые пальмы оранжевые верблюд вы сейчас прослушали гимн компании ктм рубрика лягушатник на канале рода можно и сегодня мы будем рассматривать для новичков возможность начать не со спорта а вот с ней кида например по моему это даже логичнее зачем выглядеть как спорт но ехать как маленький мотоцикл если можно просто быть честным маленьким мотоциклом и так вот вам баджач пока еще все-таки ктм дюк 390 простой и честный маленький мотоцикл ну вроде да он не скрывается и не таится но рыжие австрийцы те еще хитрюги вот это дюк 200 это 250 это 390 это 790 а это самый жирный герцог 1290 супер дюк пору детям играть найдите 10 отличий все же есть такая тема маленьким мимикрировать под больших и на дизайнере можно здорово сэкономить и новичкам будет приятно а те кто не в теме и вообще никакой разницы не заметить а кстати такой ли уж он маленький ведь в индии где его как раз и производят стандартный объем моторов местных двухколесных 125 он и был сначала 125 потом 200 250 и потом уже только 390 и все в одной раме ну и кто гений маркетинга вероятно австроиндийцы а что у нас по цифрам моторчик одноцилиндровый объемом 373 кубика там вводится целых 44 лошадки встретить которые все вместе можно на отметке в 9000 оборотов максимальный крутящий в 37 ньютона метров встречается на 7000 оборотов про цепь говорю номинально у маленьких мотиков никогда другого вида привода не встречала у современных так точно весит мотик без жидкостей 149 килограмм ну вот уже прямо можно начать сравнивать с чем ну например с ней кидом от бмв который g310r или со спартообразной крохой r3 от yamaha это все с чем я имела дело среди малышни по крайней мере за последние лет 15 и рыжий люка берет всех как минимум уже по цифрам он самый мощный самый большой объемный самый легкий у эрки только бак побольше на целый один литр но как она в деле мы проверим чуть позже а пока давайте рассмотрим экстерьер если так можно выразиться дизайн ну сбоку все можно сказать очень классическая для ктм подрамник и рама клетки горбатый бак рубленые линии острый хвост но есть одно но на большинстве современных ктм стоит такая фара дизайнеры реально пошли ва-банк и не проиграли какое бы количество людей она не бесила главная цель достигнута это уникальный дизайн который знают все а как вам такая фара отпишитесь обязательно мне очень интересно кого на канале больше хейтеров или любителей такого дизайна только у 200 и у 250 фара простая а средний герц и не так-то прост по оснащению тоже все серьезно вилка vp такая же точно как на 790 дюкер и довольно прыгучая ход подвески передние 142 миллиметра задний амортизатор тоже vp это же серьезным ходом 150 миллиметров такие подвески кроссовером ставят у honda cross tourer которую я не устаю упоминать ход задней подвески всего 146 а его берут как тур эндуро а это naked и малыш а вот вам а мотор ну как так они интересно сделали наклонили единственный цилиндр чуть вперед и оба общая картина не режет глаз мозг который привык лицезреть в таких мотоциклах вешку так привычно и думает что второй цилиндр обычным образом прячется в раме и красота радиатор тоже серьезный или это тоже с запасом сделали и планирует повышать кубатуру маленьких а вот тормозной диск один экономия или целесообразность поеду расскажу приборка тоже как большого со всеми возможными функциями и даже я забегая вперед скажу у этого мотоцикла есть два режима двигателя так и большого вся нужная информация здесь спидометр тахометр красиво датчик уровня топлива температура одометр abs режим двигателя тот самый сейчас мы народе передача боковая подножка но и здесь 3 по 1 расход кстати господа расход очень интересно сюда 4 3 литра на 100 километров вот так пишет нам наш малыш что у нас по кнопкам и что еще здесь можно изменить кнопки все стандартные ктм-овски и очень логичная я уже не раз говорила что я их за это очень люблю вверх вниз назад установить значение проще некуда разобраться пол секунды давайте сегодня не будем очень тут особенно долго мерзнуть приборками давайте просто послушаем нашего малыша вот так чего еще ждать не знаю ну что майна кляйна фаренвершнеля или к тебе на хинди обращаться ай ладно маленький-маленький но по габаритам и весу точно но когда даешь газу он ведет себя совсем не так как ты ожидаешь от маленького мотоцикла для новичков характер юный герцев демонстрирует сразу один цилиндр подрывает небольшой кельце аппаратов вперед с завидной дерзостью чуть поверни ручку и режим изо всех сил будет запущен незамедлительно это вроде я грешным делом задумалась а что было бы с ним если вы помимо роута супермота него запихали режим спорт достаточно бодрой динамикой малыш может похвастаться аж до 100 километров в час и он напрочь уделывает r3 которая как бы спортбайк на вид вот уж ready to race и из песни слов не выкинешь одного тормозного диска на переднем колесе ему хватает малый вес действительно не требует двух посадка прямая с небольшим наклоном вперед это удобно но подножки я бы как-нибудь перераспределила ноги слишком согнуты и колени довольно быстро устают мои по крайней мере точно но если расстояние небольшие то и можно насладиться от души маленького короля пробок хорошо видно благодаря этой ядреной ктм оской фаре и прошивать между рядами очень комфортно и вес и размер и мощность выше малого это очень приятное сочетание как оказалось поворачивает тоже отменно хотя тут нужно много на них ездить на маленьких и легких чтобы хорошо почувствовать разницу как по мне все малыши идеально рулится в пробках и других извилистых ситуациях только благодаря крайне скромному весу при этом нет чувства избыточной поворачиваемости и избыточной остроты как бывает на больших некидах где все твои усилия нужно делить на 5 здесь все четко и очень предсказуемо только вот с газом нужно аккуратнее если ты совсем новичок маленький из люка оторвет переднее колесо не сомневаясь даже если что но и отдельно хочется отметить подвеску вот просто 10 из 10 потому что со всеми неровностями и препятствиями малыш справляется так что его седоку даже задумываться о них не приходится при этом управляемость по ровненькому не страдает ничуть тут австрийцы однозначно умельцы серьезно чтобы начинать с такого нужно иметь изрядную решительность молодой герцог не просто выглядит как взрослый в нем очень чувствуется это порода и этот рыжий характер а в чем подвох ну как сказать формата у него все-таки новичковый это в индии где он производится его будут брать как лютую гонку потому что он там реально мощь а у нас это минимальное реальное начало где-то около трехсот кубиков и около 40 сил но субъективные минусы у меня за время тест-драйва образовались следующее первое лютая вибрация это естественно для одноцилиндрового двигателя я не знаю исправляемо это как-то или нет но вот здесь мне это очень напрягало особенно на подножках ну и зеркала как я их не пыталась настроить под себя не все-таки по-прежнему так и не удалось словить тот самый сайт чтобы мне было видно все назад чтобы не было видно себя ну и и на ощупь они какие-то ну совсем уж совсем уж такие но и характер у него все-таки не новичковый он резкий можно сказать даже дерганный он такой вот динамичный ему спокойно на месте не сидится для кого он давайте вы мне об этом расскажете что по вашему правильный мотоцикл для новичка и сами вы начинали с правильного или нет но у меня про этого малыша на сегодня вроде как все так что я с вами прощаюсь до следующей среды как всегда не переключайтесь дальше будет только интереснее пока пока